Вы когда-нибудь пробовали чечевичные котлеты? Если нет, я рекомендую вам попробовать. Просто потому, что это вкусно. Потому, что это быстро. Потому, что это полезно. Бобовые считаются едой долгожительной. Я не буду говорить, что эти котлеты похожи, как будто бы они из мяса. Нет, это просто вкусные, быстрые и полезные чечевичные котлеты. Как они хороши с кокосовым йогуртом или с мацони. Ммм, просто песня. А какие с ними можно сделать шикарный бургер, например, вот такой. Давайте будем с вами готовить. Для этого нам нужно взять зеленую чечевицу. Замочить ее на ночь. За ночь чечевица увеличится несколько раз в объемах, набухнет. У меня она даже проросла, так как на кухне было очень тепло. Ну, значит котлеты будут еще полезнее из пророщенной чечевицы. Теперь мы возьмем кабачок и морковку и очистим их от кожуры. Кабачок натрите на терке. Очень здорово в чечевичных котлетах использовать именно кабачок, потому что он придаст сочность котлетам. Без кабачка они не такие сочные. В натертый кабачок добавим немного соли и дадим постоять минут 15, чтобы вышла лишняя влага. Морковку натрем на терке. Можно порезать на небольшие брусочки и измельчить в блендере. Кабачок наш постоял. Теперь отжимаем его от лишней влаги. Все ингредиенты готовы. Теперь осталось их сложить в блендер и пробить до однородного состояния. Выкладываем нашу чечевицу. Добавляем кабачок. Кабачок у меня был достаточно большой, поэтому я не стала сразу весь добавлять. Смотрела по консистенции теста, чтобы не было тесто слишком жидким, потому что кабачок достаточно влажный. Морковку также я не стала всю сразу добавлять. Она была у меня слишком большая. Добавила половину. Теперь соль. Специи для овощей. Кориандр молотый. Придаст интересный вкус. Я добавляю луковый порошок, но вы можете добавить просто небольшую луковицу. Конечно же куркума. Для красивого цвета и полезности и интересного вкуса. Такая специя как асофетида. Она добавляется во все бобовые, чтобы они легче переваривались у нас. Рекомендую вам попробовать. Теперь наша задача пробить все до однородного состояния. Я забыла добавить чеснок. На это количество я добавляю одну дольку чеснока. Так как мои домашние не очень любят чеснок, но все-таки он здесь будет интересно смотреться. Поэтому добавляем одну дольку. Если ваши домашние достаточно спокойно относятся к чесноку, добавьте 2-3 дольки чеснока. Ну вот такая вот у нас консистенция теста получилась. Неоднородная, с небольшими кусочками морковки, с небольшими кусочками чечевицы. То, что нужно. Пришло время формировать котлеты. Для того, чтобы они все были одного размера, я использую такую размерную ложку для мороженого. Очень удобно. Попробуйте. Пришло время их приготовить. Я использую антипригарную сковородку. У меня фирма Happy Call. Мне очень нравится, потому что не нужно добавлять никакого масла. Котлеты будут прекрасно жариться без него. Накрываем крышкой и где-то около 5 минут готовим с закрытой крышкой. Потом крышку убираем и переворачиваем наши котлеты. Посмотрите, какие они поджаристые, даже без какого-либо масла. Готовим на среднем огне. Перевернули и еще где-то около 5 минут мы готовим без крышки с обратной стороны. Ну вот, наши котлеты готовы. Они, смотрите, не разваливаются. Достаточно хорошо переворачиваются. Легко достаются со сковородки. Ах, какие они ароматные! Вы не представляете, какой стоит запах. Подадим наши котлеты на большой красивой тарелке. Украсим их кинзой. Мне очень нравится кинза здесь с этими котлетами. Ну и с кокосовым йогуртом или с мацони. Попробуйте обязательно именно в таком сочетании, потому что это очень вкусно и очень интересный, необычный вкус. Давайте приготовим сочный бургер. Возьмем полезный безглютеновый хлеб, рецепт у меня есть на канале, и майонез из фасоли, рецепт которого тоже есть у меня на канале. Добавим слегка притошенный шпинат, я его тушу очень просто, на воде, с добавлением специй, моих любимых специй и немного соли. Теперь наши очаровательные котлеты из чечевицы. Еще немного майонеза, чтобы было очень сочно. Обязательно помидорки. Ну и конечно же листик салата. Приятного аппетита! Я надеюсь, сегодняшний рецепт чечевичных котлет вам понравился. Вы его обязательно попробуйте приготовить. Пишите свои комментарии. Ну и конечно же приготовьте вот такой вот бургер, потому что он обалденный. У меня ребенок его очень любит. Приятного аппетита! Подписывайтесь на наш канал. Ставьте уведомления, чтобы не пропустить новые рецепты. Всего доброго! С вами была Ольга, проект Еда и Фигура. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok